здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос от чего вскоре после покаяния возвращаются к нам прежние грехи грех живет в человеке как навык и в таком виде называется в православной аскетике словом страсть это навык греху который сильнее воли человека поэтому человек для того чтобы исцелиться от этой страсти иногда вынужден с ней бороться не просто годами а десятилетиями интересно что подвижники благочестия великие святые праведные люди они видели в себе все страсти конечно они не грешили тяжко смертными грехами но начало движения они в себе в себе всегда замечали христос ведь в нагорной проповеди он несколько раз говорит о том что по закону моисеева он говорит вы слышали что сказано древним не убивай а я говорю что каждый гневающийся на брата и так далее то есть грех убийства начинается с внутреннего движения души которая даже может никак не отразиться на лице человека но если человек не будет восстановить и бороться это кончится убийством это неприязнь перерастающая в ненависть ближнему поэтому если грех начинать видеть вот на этих этапах то мы увидим себе эти страсти которые во мне живут да они не реализовываются в тяжкие грехи я этому уже может быть научился но грех то вам не все равно живет и поэтому он рождает сами факты сами преступления греха то есть болезнь души рождает грех как события в котором мы непосредственно каемся на исповедь но мы приходим на исповедь и каемся допустим в чем-то совершенном нами что зазирает на совесть в чем и в чем нам больно а еще мы каемся допустим в пустословие но мы же не будем каяться что батюшка я согрешил во вторник в один сорок двенадцать тридцать в пятнадцать двадцать пустословием в среду нас любой священник остановит и скажет не надо сына ли дочь скажи просто господи я грешен пустословием и все и вот это есть покаяние в страсти покаяние в том что я ей об ею обладаю и дальше мы должны понять еще что что исповедь это не просто покаяние в факте греха и снятие вины не надо так юридически к этому относиться исповедь это благодатная помощь в борьбе со грехом поэтому человек да действительно он десятилетиями может каяться в одном и том же грехе пока господь видя его плач об этом грехе что ему больно что он понимает что грех отлучает его от благодати божией господь не отнимет этот грех вдруг какой-то момент человек перестает просто хотеть грешить этим грехом и все господь приходит и смирившегося борющегося человека освобождает от него и каждое таинство это помощь божия вот таинство венчание это не просто регистрация на небе того что теперь вот там ваня и маша не муж и жена это прежде всего благодатная помощь построить им семью как малую церковь и таинство исповеди это не только прощение это помощь в борьбе с этим грехом поэтому сколько бы раз мы не грешили мы все равно как говорят святые отцы упал вставай иди и кайся мы идем и каемся и верим и просим бога рано или поздно что его помощью мы будем свободны от этих грехов внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео